Боевики полностью блокированы в западном Масуле. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Ирака Ехья Зубиди. Кадр из передовой в режиме реального времени на Лайфрум. Кроме того, Зубиди сообщил, что более 90% из тех, кто воюет в рядах запрещенной ГЭФ в Масуле, это иностранцы. Итак, Радские правительственные силы проводят военную кампанию по освобождению Масула. Я напомню, она началась 5 месяцев назад. За это время удалось полностью вернуть контроль над восточной частью города, отбить у террористов около половины западных кварталов. Ранее сегодня наступающие войска вошли в старый город и приблизились вплотную к исторической соборной мечети Аннури. По имеющимся данным, в удерживаемых террористами районах находится порядка 600 тысяч человек. В битве против запрещенной ГЭФ объединилось множество различных группировок, кроме официальных вооруженных сил Ирака. К наступлению подключились все время пешмерга. Это курдские повстанцы, иранские добровольцы, ассирийские христиане и туркмены, суниты. Удивительно уже то, что эти формирования действуют заодно, поскольку курды и вооруженные силы Ирака давние противника, но перед лицом общего зла они объединились.